Многие наверное не знают, что ранее до 60-х годов в СССР было 127 вольт, а вот в США не 110 вольт, а 120. Напряжение в электросетях было увеличено для того, чтобы снизить затраты на провода, точнее материалы на провода. Ведь сила тока при увеличении напряжения и сохранении той же мощности уменьшается, значит площадь сечения провода тоже можно уменьшить. Экономически, да и технически напряжение в 220 вольт гораздо выше, но полный переход на 220 вольт очень дорогостоящее удовольствие. Для того, чтобы получить ответ на вопрос необходимо обратиться к истории. С Томасом Эдисоном связан массовый выпуск ламп накаливания с угольной нитью. Оптимальным напряжением для нее было 100 вольт. В то время даже было такое выражение – война токов. Этим также можно объяснить то, что рабочее напряжение первой электростанции Эдисона было именно 110 вольт. Ведь еще 10 процентов было им заложено на потери в проводниках. Хотя есть еще и такая версия. Фирма Эдисона активно продвигала оборудование на 110 вольт. Тогда никто не знал, что будущее за переменным током. Поэтому закрепился стандарт на 110 вольт. С приходом электрификации в Европу и с появлением ламп накаливания с металлической нитью появилась необходимость удвоить напряжение. Стандарт 220 вольт стали применять в Германии, когда пришло время электрифицировать Берлин. Такое решение было обосновано. Двойное увеличение напряжения в 4 раза снизило потери в проводниках. Но поднимать напряжение и далее не было резона. Это уже было небезопасно для человека. В Америке типичной системой питания электроустановок зданий является система TN-CS. Понижающий трансформатор обеспечивает питание однофазным напряжением 120-240 вольт от вторичной обмотки заземленным средним выводом. В тех случаях, когда понижающий трансформатор питает одновременно жилые здания и коммерческие предприятия, питание жилых зданий осуществляется от двухфазных и от нулевого рабочего проводника, связанного с заземленной нейтралью вторичной обмотки трансформатора, соединенной по схеме звезда напряжением 120-208 вольт. Частота 60 Гц. В России, как и в Европе, был принят стандарт 220 вольт. Это можно объяснить следующим образом. Дело в том, что строительство энергосистемы в России вели с привлечением германских ученых. И они конечно все сделали подобно тому, как делали в Германии. И в будущем мы начали просто придерживаться этих нормативов 220 вольт и 50 Гц. Вот так и получилось, что сетевое напряжение на всем по советском пространстве, а ныне в суверенных государствах, составляет 220 вольт при частоте 50 Гц. В большинстве стран Европы сетевое напряжение составляет 230 вольт при частоте 50 Гц. Более высокое напряжение в сети не только снижает потери при передаче электроэнергии, но и позволяет применять электроприборы с большей мощностью. Необходимо также уточнить, что в СССР до войны в сетях было также 110-127 вольт. Переход на 220 вольт происходил бессистемно. Отслужившие свой срок трансформаторы на подстанциях заменяли на новые. И теперь в сетях только 220 вольт. На этом все дорогие друзья. Если это видео вам понравилось, поставьте палец вверх. Ну и поделитесь им с другом, если вам не сложно. Пока-пока.